И начинаем шокирующие новости. Житель Октябрьского округа убил свою гражданскую жену и дочь. Спустя некоторое время его обнаружили мертвым. Наша съемочная группа оказалась первой на месте трагедии. О ее возможных причинах расскажет Дмитрий Куканус. В полицию обратились очевидцы. Женщине показалось, что с крыши упал снег. Но приглядевшись, она увидела тело мужчины. Буквально в первые минуты после падения раздался звонок. В кармане погибшего оказался сотовый телефон. Очевидцы ответили на вызов. Взволнованный женский голос попросил передать трубку Владимиру. Кто звонил, осталось неизвестным. Телефон быстро разрядился на холоде. Но удалось установить, что мужчина упал с балкона на девятом этаже. Прибывшая оперативная группа провела осмотр квартиры. В комнате беспорядок, на полу два тела. На стенах видны пятна крови. Установлено, что мужчина сегодня в утреннее время совершил убийство своей сожительницы, а также ее малолетней, 14-летней дочери. После чего покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства совершенной преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105. В то время, когда произошла трагедия, большинства соседей не было дома. Но и те, кто не покидал квартир, ничего подозрительного не заметили. Я абсолютно ничего не слышал. Какие-то неясные голоса слышал рано утром. Ну, неясно мне было, откуда и где. Все. А вообще раньше замечали какие-то скандалы, были? Нет, не замечал ничего. Людей этих знали? Нет. То есть они не местные жители, да? Они, видно, недавно здесь живут, поэтому мы не знали их. Подруга погибшей рассказала, женщина призналась своему сожителю в измене. Это и стало причиной ссоры. Как удалось выяснить, убийца уже отбывал наказание за разбой. Дмитрий Куканец, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.